Всем добро! С вами я, сестра Стива Про. Сегодня, друзья, проведу обзор футуристического текстурпака на Майнкрафт Покет Эдишн. У меня версия 1.14+. Друзья, всю самую необходимую и полную информацию постараюсь оставить в комментариях. Друзья, при загрузке данного текстурпака была очень сильно удивлена, насколько поменялся мой мир Майнкрафта. Появилось очень много необычных и фантастических биомов. Смотрите, как выглядит трава, как выглядит почва и земля. Также появилось ряд необычных деревьев, необычные листва и очень интересные и своеобразные растения. Такое ощущение, друзья, как будто мы находимся на какой-то фантастической космической планете. И пустынный биом тоже немного видоизменился, поскольку песок поменял немножко свою цветовую гамму и стал более четкий по своей структуре. Тоже смотрится довольно-таки необычно и красиво. Вот, друзья, вот такие у нас цветы встречаются в наших биомах. Такое ощущение, как будто они сделаны из стекла. Но самое интересное – это деревья. Листва этих деревьев представлены в различной цветовой гамме. А также графика и прорисовка этих деревьев очень необычная и смотрятся довольно-таки качественно. И стволы этих деревьев, друзья, представлены также в необычной цветовой гамме, что дополняет эти биомы. Смотрите, какое интересное растение. Здесь, друзья, на некоторых стволах находится цветная графика. Если я сейчас найду деревья с такими стволами, я вам покажу. Смотрится это очень красиво и необычно. Вот, друзья, подобное дерево. Смотрите, как это все выглядит. Но такие деревья встречаются почему-то крайне редко. Друзья, сейчас найдем деревню жителей и посмотрим, как видоизменились домики этих жителей. Насколько видоизменилась именно графика и прорисовка блоков, из которых построены домики. Друзья, видите, как это все красиво, гармонично и довольно-таки смотрится богато. И, друзья, какая-то необычная стилистика приобрела, деревня приобрела какую-то необычную и своеобразную стилистику. Именно с этими текстурками. Вот так вот смотрится это помещение, друзья, внутри. Но смотрится, конечно, шикарно. Вот такие у нас, друзья, биомы вокруг этой деревни. Друзья, опустимся вот в этот каньон и посмотрим, как у нас здесь все. Тоже довольно-таки красочно и гармонично. Но особенно мне нравится, как смотрится лава. Необычно и красиво. И, друзья, еще раз повторю, конечно, креативно. Вот так вот выглядят деревья у нас сверху. Очень фантастически. И все это необычно. Ну и, возможно, даже странно. Поскольку на самом деле в реальной жизни таких деревьев не существует. Друзья, вот еще хотел бы показать, как здесь выглядит тыква. Смотрите, какой цвет и какой рисунок у тыквы. Друзья, в принципе, я привержен к обычному Майнкрафту. То есть классического Майнкрафта с его классическими биомами. И именно вот здесь вот мне не хватает зеленой травы и не хватает зеленых деревьев. Поскольку вот эти вот биомы, они выглядят немножко холодно, пусто и как-то неуютно. То есть эти текстурки красиво подходят вот для гор, для пещер. Даже вот, друзья, пустынные биомы, они тоже выглядят как бы вполне себе достойно. Но на остальных биомах хочется, конечно, видеть зелень и хочется видеть зеленую листву на деревьях. Поэтому этот текстурпак, друзья, он на любителя. Но для разнообразия можно попробовать и закачать. Ну и почему бы нет? Должно же быть какое-то разнообразие в мире Майнкрафта. Очень интересное, конечно, решение листвы. Вот я до сих пор удивляюсь, какая же все-таки интересная и креативная листва у этих деревьев. Вполне себе, конечно, может такая быть в какой-то фантастической и загадочной, сказочной, возможно, стране. Друзья, сейчас я вам покажу, как еще видоизменились блоки с этим текстурпаком. Для этого сейчас мы с вами найдем более ровную поверхность. И сейчас я вам все расскажу, друзья, и обязательно все покажу. Вот, друзья, обратите внимание, как смотрятся горы. Очень красочно. Вдалеке я вижу лаву, которая расстилается по горам. Выглядит все креативно и очень даже красочно. И на самом деле это футуристический текстурпак. По-другому это не назовешь. Все, друзья, я приземлилась. И сейчас посмотрим, как видоизменились наши блоки. Это, друзья, золотой блок. Смотрите, какая у него текстурка и какой интересный рисунок. Следующий блок изумрудный тоже у нас приобрел необычный рисунок. И этот блок тоже, друзья, очень интересная графика представлена здесь. И, конечно же, лазуритовый блок приобрел яркость и насыщенность цвета. Даже, друзья, вот эти блоки тоже выглядят вполне себе достойно. Ну и, конечно же, магмовые блоки самые яркие и красочные. Обсидиан, друзья, смотрите, какую приобрел он графику и какой яркий и насыщенный цвет. Цветокамень тоже немного видоизменился и стал более ярче. Даже, друзья, морской фонарь, смотрите, как выглядит ярко и креативно. Но, друзья, есть еще здесь стекла. Они тоже представлены в разных вариациях. Смотрите, друзья, как красиво. У них какой-то определенный рисунок. Очень они могут подойти для построек каких-либо мостов или необычных домов. Стены, друзья, тоже выглядят вполне необычно. Красиво. Очень даже красиво. И вот еще, друзья, смотрите, еще одна стена. Тоже довольно-таки графично. Есть еще ступени. Но более полные, друзья, посмотрите сами. Подкачайте, конечно, эту текстурку и более уже подробно посмотрите. Блок травы и земли, друзья, это мы с вами уже как бы видели, пролетая над всеми биомами. Также песок, вот, друзья, тоже блок песка. Тоже мы, конечно же, видели. Все это необычно. И очень отличается от обычного биома Майнкрафта. Древесина, друзья, тоже необычная. Но мы ее тоже видели, поскольку видели деревья, которые находятся именно в этих биомах. Самое реалистичное это, наверное, у нас все-таки береза. Более-менее текстура и графика похожи на настоящую. И, друзья, конечно же, тыква, которая здесь представлена в очень таком интересном цвете. Интересная фактурка и интересный рисунок. Никогда бы не могла подумать, что это тыква. Ну и, друзья, и, конечно же, растение, которое мы тоже с вами видели, когда обозревали наши биомы, довольно-таки смотрится необычно и интересно. Особенно вот этот цветок. Засадили нашу площадь. Вот, друзья, смотрите, какие красочные блоки. Можно построить очень классный город, классные дома из этих блоков. Друзья, также я подкачала мод на гаджеты. То есть для любителей телефонов это будет очень актуально. Но показать я их всех, друзья, к сожалению, не смогу. Поскольку их очень много. То есть я покажу самые основные и самые интересные. Интересно то, что, друзья, эти телефоны представлены в различных категориях. То есть различные вариации, различные модели. Форма, размер и цвет. Что, конечно же, может не радовать именно любителей таких гаджетов. И смотрятся они тоже довольно-таки реалистично. То есть для Майнкрафта это очень большое достижение. Смотрите, друзья. Вот такой телефончик у нас. Ну и далее, смотрите, друзья, смотрится все вполне реалистично. То есть очень большой широкий ряд различных моделей. От более ранних до более поздних. Кто, друзья, разбирается в этих моделях, конечно, для вас это будет прям самый самолет. И очень будет интересно посмотреть вам все эти модели. Даже размер этих, друзья, телефонов вполне такой реалистичный. Ну, как из реальной жизни. Вот такая, друзья, тоже модель у нас представлена. Очень много, друзья, их в этом моде. Очень много. Сами, друзья, подкачайте этот мод. И, конечно же, уже ознакомитесь поближе. Достаточно прям, друзья, реалистично все. Ну, как вот настоящий телефон. Как будто вот, бери и звони по нему, а также выходи из него в интернет. И играй по этому телефону Майнкрафт, конечно же. Вот так вот, друзья, выглядят наши телефончики. Классно, конечно. Сейчас, друзья, покажу вам еще, как эти телефончики выглядят с обратной стороны. Но здесь более реалистичная картина. Смотрите, камера, то есть логотип. Все вообще классно смотрится. И цветовая гамма очень интересная и разнообразная. То есть на любой вкус и на любое ваше усмотрение представлены все здесь телефончики. Друзья, конечно, мне вот этот красный телефончик как раз был бы очень кстати. Ну и этот тоже неплох. Вот здесь даже есть Samsung, как вы могли заметить. Друзья, ну еще сейчас хотел бы вам показать, как эти текстуры у нас смотрятся в нижнем мире. Для этого сейчас мы с вами туда сходим и все посмотрим. Вот, друзья, мы очутились в нижнем мире. И вот я уже вижу светокамни. Насколько они здесь смотрятся совсем по-другому. То есть необычно, ярко и красочно. А также блоки магмы. Смотрите, друзья. Очень, конечно, феерично и креативно все здесь смотрится с этими новыми текстурками. То есть это малая часть пока, друзья, что я вам показала. Остальное рассмотрите уже поподробнее сами. Напишите мне в комментариях, насколько вам эта текстурка вообще понравилась. И вообще нужна ли такая текстурка для Майнкрафта. Друзья, ну на этом все. Я завершаю свой обзор. Ставьте лайки. Жду от вас, конечно же, комментариев. Друзья, всем удачи. Море позитива. И всем, друзья, пока-пока. Продолжение следует...